Решил посмотреть на это чуть шире. Чуть шире, каким образом. А как рекламируют курсы на УКИПА в других центрах? На территории бывшего СССР, на территории СНГ, на территории России, Украины, на территории Германии, там, не знаю. Знаете, что мы обновили? Мы обновили большое количество мастерных, никому не понятных слов. Типа треугольник, Карпман, аэропорт, рефрейминг, рефрейминг, содержание. И я себе вдруг поставил, если я просто человек, который собирается как-то развиваться, я зашел на этот сайт. И вдруг, встречая вот такой перечень каких-то малосмысленных слов, а бракодавра какой-то, я сюда пойду. Нет, я сюда не пойду. Я вообще не знаю, на чем это речь. Это мне напоминает что-то среднее между экзистенциальной психологией и высшей математикой. И это оно очень непонятно. Я не знаю, зачем мне это было. Я не готов к этому. Что происходит дальше? Дальше следующий этап. Я видел людей, которые закончили госпрактику на УПИ или даже там мастерские курсы. Говорят, а чем ты занимаешься? Ой, я занимаюсь на УПИ. Хорошо. Ну, ты понимаешь, что это не рефератическое программирование. А дома как у тебя? Нормально все? Нет, а дома у меня нормально. Так чем ты занимаешься? Ну, скажи так, как делаешь там что-то. Ну, ты знаешь, вот есть такая штука, называется реферин. Ну, вот ты слышал про треугольник карты? Понимаешь. Каждый человек слышал. Попоминайте, что происходит. Выработался у нас с вами поликийный аппарат какой-то. И мы с вами разговариваем об этом. Вы, каждый из вас является носителем вот этой психотехнологии или по-другому вот этого афагаза. То, что вы делаете, то, что вы умеете, не знаете, а умеете. Это, ну, в моем понимании, это как сундук сокровищ. Потому что очень многие вещи, в очень многие ситуации вы разрешаете, разговариваете. Просто легко, на раз для вас это уже как дышать. Для тех людей, которые этого не знают, они... Как там, Оля или там, Миша или там, как это он так с ними? Так раз легко и все. Но с этим надо родиться. И вот эти люди, да, они, возможно, хотели бы где-то узнать, об этом лучше приобщиться. Вы, внутри, имея навык, вы не сможете о нем рассказать. Вы начинаете говорить какой-то терминологии. Это общая беда всех центров. И вот мы решили к этому подойти совсем иначе. А как можно простые, совсем понятными словами, объяснить человеку, как можно стать лучше, как можно разобиться, как можно вообще эту свою жизнь вокруг себя, вокруг рук. А какие для этого есть слова? Есть ли они вообще? И вот мы решили, что... Как? Мы эти слова не можем, мы не верили эти слова, да? Мы на самом деле тоже ищем слова. Вот наш тренинг, вот этот «Мастер эмоций», да, когда-то я поставил задачу, это авторское тренинг, ни единого термина из НЛП там не было. Вот там два дня совершенно замечательных созданий и состояний, там те же самые, как вы уже говорите, якорей, вот, там ни единого стоя. Как об этом просто? Вот мы очень хотим, чтобы вы смогли просто... Почему? Потому что есть всякие какие-то такие люди, которые ходят... Вот мы сейчас были на ТВЛе, слышали, да, это фестиваль международный. И там вообще какие-то терминологии, кто-то что-то там делает, там рассказывает, непонятно. Я стою, у меня в цюкле ехать часто приходилось. Ровно через пять минут стало как-то, ну, там скучно, неинтересно. А, слушай, пойдем куда-нибудь в другое место. Заходим в другое место, там приблизительно то же самое. Ну, если где-то еще пригласят там потанцевать, то придет еще так ничего, а все остальное... Потому что он молчит. Да, почему он молчит. Вот, так вот, как об этом просто? С другой стороны, каждый из вас участвует так или иначе в каком-то бизнесе. Кто-то в своем, кто-то работает где-то и так далее. Приходят к вам люди, которые совершенно точны, если к вам человек пришел не только потому, что там дождь и он в завесах дождя, то этот человек, у которого есть какая-то потребность, то, что у вас есть, и у него приблизительно готовы деньги. Знаете, когда люди говорят, «О, это дорого, там денег нет». Мы когда-то с одним тренером сделали такой эксперимент. Он на бизнес-тренинге. Когда они говорят, «Это дорого, на это нет денег». Он говорит, «Хорошо, ребята, так выкладывают ключи на стол». И говорит, «Видели, я приехал на машине, это мало». Если вы сейчас, в течение 20 минут, найдете мне деньги, то у нас так это стоит 6 миллионов. Ну, там начало.